Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. По словам Натальи и Груновой, вчера должны были сделать судмедэкспертизу и возбудить уголовное дело против Сударкиной. Девушка надеется, что Ольгу будут судить по всей строгости закона. Принимать извинения Наташа не собирается. Она требует максимального наказания для своей обидчицы. Розалия Райсон понимает, что она для Андрея Шабарина запасной вариант, но ничего с собой поделать не может. К новым отношениям она не готова, а как с Андреем будет неизвестно. Сегодня свой день рождения отмечает Ольга Орлова. Певица и ведущий Дома 2 исполняется 41 год. Ирина Пинчук хочет победить в конкурсе «Человек года» и выиграть квартиру, чтобы забрать родителей из маленького города, где они работают днями и ночами, получая за это копейки. Юлия Ефременкова считает, что Ольга Рапунцель ей завидует. Юля стала ведущей Дома 2, купила квартиру, а ведь Рапунцель была уверена, что именно она станет ведущей или выиграет в конкурсе «Человек года» и получит жилье в Москве. Сегодня стало известно о том, что Алексей и Майя уже подали заявление в ЗАГС. Ребята экстренно готовятся к своей свадьбе, которая пройдет всего через пару дней. По словам Майи, торжество состоится 18 ноября этого года. В эфире зрители Дома 2 увидят свадьбу Купина и Донцовой только 25 ноября. Однако в реальности ребята распишутся и отпразднуют бракосочетание 18 ноября. Все вопросы о двух свадьбах в один месяц отпадают автоматически, ведь Майя и Алексей решили сделать торжество в ноябре, тем самым уступив Черно. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Илья Яббаров считает, что все женщины хотят от него детей, потому что он здоровый плодовитый мужчина, который в состоянии сделать ребенка и воспитать. Вчера на проект к Ирине пришел новенький Дмитрий. Парень на лобном подарил девушке большого медведя и принес ей кофе в термосе, так как обещал напоить ее кофе в день их знакомства. К тому же он подарил еще ей огромный букет роз. Андрей Шабарин поставил окончательную точку в отношениях с Алианой Устиненко. Андрей понял, что такая девушка, как Алиана, ему не подходит. Ей не нужны отношения и семья, она карьеристка. Шабарин не скрывает, что он эгоист и привык, что в отношениях с ним девушки исполняют все его прихоти и желания. По словам Шабарина, его бывшие девушки холили и лелеяли. Все для него делали, а некоторые даже мыли ему ноги. А Алиана совершенно не такая. Интересная новость с сайта шлок. Не успела Елена Хромина рассказать подписчикам о том, что выходит замуж. Как девушку засыпали предложениями, с чего вдруг такая спешка. И почему Хромина до последнего скрывала такую важную новость? Одна из самых популярных версий – беременность. Но Лена поспешила успокоить всех, кто начал ей желать легких родов. Она не беременна и в ближайшие несколько лет детей точно не планирует. Бывшая участница Дома 2 убеждена, рожать нужно не раньше 30 лет. Кроме того, у Хромины есть мечта. Она хотела бы взять ребенка из детского дома. Правда, в этом ее никто не поддерживает, даже подписчики. Они уверены, что Елена пока не готова ни к своим, ни к чужим детям. Еще совсем недавно Милена Безбородова с умилением рассказывала о дочке своего молодого человека. Девушка была одна из первых, кто узнал о существовании маленькой Мии. Но семейная идиллия просуществовала недолго. Истерики Милены перешли все границы. Теперь ее не устраивает, что в свои 18 лет она вынуждена быть какой-то там мачехой. Со временем я, может быть, это приму. Но сейчас не могу. Я прошу не вешать фотографии с дочерью в комнате, где я живу. Я не хочу это видеть, делится Милена. Если Леша поставит мне условие «хочешь быть со мной, терпи», я терпеть не буду и уйду. График Ольги Бузовой расписан чуть ли не поминутно. Съемки на Доме-2 и в других программах, запись песен, а также выступления по всей стране. Неудивительно, что в этой суматохе у Бузовой совсем не остается времени на личную жизнь. Однако в последнее время Оля все чаще стала задумываться о семье. А на днях она и вовсе сделала весьма интересное заявление. «Если до 35 лет я не рожу от любимого мужчины, то я думаю, что возьму ребенка, усыновлю или удочерю», призналась Ольга в эфире программы «Центральное телевидение». Появление ребенка никоим образом не скажется на ее карьере. Наоборот, откроются новые горизонты. Трудно представить, сколько новых песен появится в ее исполнении на тему беременности. В конце концов, не об одних же мужчинах вечно ей петь. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.